доброе утро дорогие друзья с новым годом вас слава богу за то что господь дал нам эту благодать войти в этот новый год и также слава богу за этот новый день давайте помолимся перед началом господи благодарим тебя иисус за этот день и благодарим тебя за благодать общения в тебе иисус слава тебе христос благослови эту небольшую мысль вступления основной части во имя твое молимся и просим аминь итак давайте откроем последний стих 2 послания к тимофею 4 главы 22 стих господь иисус христос духом твоим благодать с вами аминь интересно размышляя об этом о том что апостол правил завершая свое послание он дает такие слова ободрения и господь иисус христос с духом твоим что это значит также для нас приложение господь иисус христос есть истина на то послание которое он говорит ему и преподносит ему и преподносит ему одна из благодати это то что это послание для него оно будет всегда освещаться его духу духом святым вот он принял его но также это повседневно будет преподноситься ему его духу духом святым то же самое для нас когда мы слышим слово божье собираемся вот так и у нас есть также благодать что услышанное слово будет служить духу нашему которая будет освещать духу святому это одна из благодати да еще одна благодать что это истина безусловно это истина благодати завершенной работы и мы с вами укреплены и находимся под этой верностью господа иисуса христа что истина всегда будет преподносима и напоминаема нашему духу духом святым во все дни нашей жизни вот поэтому то слово которое мы воспринимаем воспринимаем и сокрываем и важность восприятие и сокрытие оно важно потому что господь будет служить свою истинную нашему духу духом святым благодати иисуса христа иисуса христа извините аминь а благослови вас господь спасибо аминь спасибо пастор мурлан слово служит благодатью иисуса христа служит во все времена и освещает перед нами его истин слава господа спасибо отец наш небесный мы благодарны тебе в это замечательное утро мы благодарны тебе за слова о новизне которые мы имеем в твоем писании 2 коринфянам 5 глава где говорится так много все обновляется мы новое творение и время новое вообще всякий раз когда мы с вами вступаем в это время господи благослови изобильно мы вступили и пользуемся ты господь нас нас ведешь прославься бог наш во имя твой иисус мы молимся и просим аминь рад вас видеть рад видеть эти разноцветные экранчики и думать о вашей верности и этот праздник вы выбрали праздник праздник с господом иисусом христом слава богу итак мы с вами начинаем изучать или же размышлять над посланием к титу тит ученик апостола павла о нем не пишется в книге деяний но по тем посланиям которые записывает апостол павел в некоторых из них имеется рука тита он и как секретарь служит апостолу павлу как его гонец исполняет роль в некоторых случаях роль епископа он язычник из греков он был обращен скорее всего апостолом павлом потому что тот говорит о птице как истинно моем сыне в иисусе христе удивительная фигура и удивительное время как его действия вы знаете апостол павел выписан в новом завете размашисто многократно тит вкрапления но эти вкрапления серьезные он путешествует вместе с павлом когда на наступает в пятнадцатой главе книги деяний период когда гонцы из или посланцы из иерусалимской церкви приходили в антиохию и вместо того чтобы радоваться как господь благословляет эту церковь в антиохии языческой это сирийская была и радоваться начинали привносить свои иудейские взгляды эти взгляды были исповедания закона вы не сможете спастись если не примите не будете исповедовать и закона моисеева и тогда после долгих размышлений и споров с этими посланцами апостол павел предлагает в арнаве а также и берут собою тита в иерусалим и когда они приходят в иерусалим то для иерусалимской церкви это было всегда особенным внимательным отношением к язычникам которые стали веровать в иисуса христа не переходя в исповедание закона тем не менее его при привезли тогда на это первый собор и вместе пришли для того чтобы показать вот язычник поговорите с ним послушайте посмотрите какое евангелие он несет обратите внимание на его верность в евангелие потому что когда мы имеем взаимоотношения в церкви это не взаимоотношения между нами хотя это касается и наших взаимоотношений но это взаимоотношения иисуса христа мы имеем христа и духа святого в нас и также имеется в нашем братья и сестре христос и дух святой и если опираться не не какие-то мимолетные проекции которые могут прийти в голову человеку любому это да допустимо потому что в нас имеется и ветхая греховная природа которая жива и она пытается перехватить инициативу в наших действиях в нашей речи да у нас и ветхое греховное сердце также оно заполнено этими замыслами от прежней жизни опытом и не всякий опыт был плохим некоторый опыт как можно было бы сказать хорошим если взять послание апостола павла к филиппийцам третью главу то он говорит об этом хорошем опыте который был раньше евреи из евреев фарисеи по действию какой он был законопослушный и так далее у него было очень много можно было бы образно говоря собрано орденов и медалей за ту прежнюю жизнь иудейского религиозного деятеля который имел великолепное образование и светское он закончил университет в тарсе а также а религиозное он сидел у ног гамалиила очень интересная картина гамалиил и саул савл гамалиил переводится как дар бога этот дар бога теперь мы из фигурального перевода переносим на действия которые происходили в религиозной среде при обучении будущего апостола павла это размышления старца над религией которая была передана и вверена ему для изучения распространения религия в которой говорится во множестве о пришествии мессии а это было как раз время обучения у ног гамалиил это было время когда мессия пришел его отринули но были те которые приняли отринувшие жили своей жизнью а принявшие его и вы знаете об этом потому что есть много то из того чего на чем у нас обучали в школе мы там прошли курсы определенным физика математика химия прочей географии и так далее если прикоснуться к определенным реалиям тех обучений и того что осталось в нашем уме не всегда мы можем воспроизвести но вот те которые приняли иисуса христа евангелие атеана 1 глава 12 стих есть отказавшиеся от иисуса христа и есть те которые приняли у них стали происходить изменения и эти изменения соответствуют нужно смотреть в библии как будет изменяться наше сердце это душа и дух как будут меняться наши умы наши эмоции воле из явления и там написано в бытие вернее в послание к римлянам в восьмой главе в двадцать девятом стихе что когда еще не было ни времени ни пространство был только лишь бог он еще не сотворил времени и пространство но уже думал о нас и он видел нас и он определил какие мы будем конечно то что я говорю сейчас является ничем иным как антропопатео такой термин есть который говорит об эмоциональном переживании человеческого характера вся мера тех переживаний а тот кто создал нас с эмоциями имеет эмоции и мы можем определить что увидев нас еще извести в вечности в прошлом он уже определил как мы будем уверовавшие в иисуса христа развиваться мы можем сказать есть некоторое соответствие с нашей жизнью правда когда те у кого все в семье и они являются папой и мамой и вот у них родились эти замечательные детки и они уже думали кем будет спорили и так далее покупали книги я например ожидал что родится сын слава богу дочка родила сыночка но я думаю что родится сын в подарок купил этому ребенку книгу приключения тома сойера ну вот такой вот был искатель приключений да и думаю что понравится и мы будем вместе с сыном изучать и не верующим человеком и не верующим человеком заключается в отношении друг к другу это отношение любви тот человек который верит в иисуса христа он виден и его слова и его отношения его терпения причем это развивается если вы разговариваете с человеком который еще не верит который только только поверил да то есть есть свидетельство его устное свидетельство а я тоже поверил как здорово и мы вместе разговариваем об этом и слышим отклики это не то что человек просто имитирует поведение верующего человека мы видим он возрастает мы видим его за библией как он погружается и вот тит когда его взяли апостол павел и варнава в 15 главе книги деяний и привезли в иерусалим они знали какие дотошные замечательные верующие в иисуса христа евреи это была вообще то первая церковь в иерусалиме это была еврейская церковь и имея свой характер евреи еврейские дотошные внимательные способные многое анализировать держать в себе впрочем как и другие народы но там только уклон уже на то что написано в пяти книжей да и в пророках тоже да и в книгах мудрости в библии это конечно же можно было бы сказать да что там говорить в книге притчей 3 главе 18 стихе говорится о том что мы с вами обучаемся божьей мудрости а божья мудрость поступаемая в наши умы и в наш менталитет она становится деревом жизни по современным на современной терминологии можно было бы сказать это особое сочленение нейросети в нашем мозге это удивительное программирование когда эти все нейроны и нейросеть они радуются при воздействии на них на эту нейросеть мудрости божьей и кроме того то что в нашем сердце вот это вот нейросеть новое ну ладно давайте мы перейдем на наш язык по библии наше новое новое мироощущение наш новый интеллект является и особенным это в библии названо дерево жизни а вот когда мы от этого дерева жизни говорим то мы даем особые подарки и знания это плоды дерево жизни 11 глава притчей 30 стих и тогда происходит чудеса жизни человека который принимает и эти плоды он ими питается и они производят различные воздействия в мире и написано там и мудрый привлекает душ это притчей 11 глава кроме того наша жизнь вы знаете если если мы хорошо знаем что по нашему прежнему виду жизни мы надеялись на что то думали мечтали а некоторые говорили я молился об этом молитвы разные есть есть молитвы к Иисусу Христу и через Иисуса Христа Духом Святым к Отцу а есть просто мечтание человека разница большая в чем она заключается когда мы не упоминаем Иисуса Христа это наши надежды псевдорелигиозного характера которые могут не не осуществить могут осуществиться а могут быть из такими что за осуществлением иметь некоторую другую личность которая очень враждебно настроена по отношению к нам мы веруем в Бога веруя в Бога мы принимаем то описание мироздания в котором мы находимся и в этом описании есть и личность князя господствующего в воздухе который желает разрушить нашу веру украсть из этой веры определенные доктрины привести совершенно не в то место где мы будем слушать истину Господа Иисуса Христа а вот когда мы молимся Иисусу Христу то там опять же я возвращаюсь к книге притчей и это для меня ну такой плод размышления оказывается в этой книге притчей Соломоновых которую составляли его подданные его профессора да и будем говорить так это были те люди которые вместе с Соломоном участвовали в правлении в советах во множестве советов и они записали такую мысль Соломона что желание которое долго не исполняется оно мучительно которое быстро исполняется это дерево жизни когда наши посылы молитвенные они идут Господу во имя Господа то независимо от времени когда это будет исполнено это доставляет нам уже радость потому что Дух Святой является тем кто передает это дерево жизни как написано в Евангелии от Луки в первой главе в разговоре с Захарией разговаривает ангел и он сообщает священнику Захарии в храме около жертвенника по правую сторону жертвенника это обозначает что он пришел встал по правую сторону это он говорит от Бога и вразумляет Захарию священника и он говорит твоя молитва и молитвы или советы твоей жены они были услышаны и Бог дает тебе ответ у тебя родится сын и этот сын будет большой радостью для иудеев и так мы возвращаемся теперь после этого некоторого экскурса к фигуре Тима Тита и вот это интересный факт что Лука спутник врач по профессии философ по принадлежности к греческому народу и философии греческого народа любви к мудрости верующей и до тринадцатой главы до двенадцатой включительно книга деяний это описание жизнедеятельности Петра апостола Петра а с тринадцатой главы до последней главы двадцать восьмой в деяниях это жизнеописание апостола Павла и различные путешествия особенно путешествия последние которые он проводит на корабле в качестве пленника и перечисляются множество городов но вернее местоположений нигде не говорится о тите кроме того отит он происходит с острова крит и кроме по-моему да с крит и кроме того он оказался очень деятельным участником в жизни и продвижения намерений апостола Павла это был в некотором смысле правой рукой второй правой это апостол это пастор Тимофей которого он оставил в Ефесе и мы с вами изучали это и первое Тимофей замечательно увлекательное сообщение Слово Божье а здесь тит и вот размышляя а когда это могло быть что тит привлечен эти путешествия которые в которых тит участвовал и здесь смотришь на описание которое мы имеем в книге деяний есть очень интересные такие сообщения церковь стали гнать уже в 6 главе и до этого тоже было гонение если возьмем 4 главу когда привлекли к ответственности апостола Петра и Иоанна за то что они исцелили такого неуёмного радостного человека который был долгое время в своей жизни парализован и сидел у красных ворот храма ожидая милостыня и Господь ему положил в корзину его жизни то что ему было возвращено мгновенно возвращено это замечательная возможность жить обыкновенной жизнью а теперь еще жизнью которая прославляет Господа и в храме прославлял и так далее мы с вами видим различные гонения которые происходили и церковь элины то есть элины это были иудеи но и знавшие только греческий язык и знавшие библию только по переводу септуагин до семидесяти и так как они вероятно приходили на праздники и когда приходили обыкновенно как это заведено у евреев вне зависимости от того говорят они на и иврите или на арамейском языке или не говорят тем не менее они приходили и слышали о церкви которая уже существовала а вообще как она начала существовать и мы с вами ну Дух Святой нас отводит в книгу Деяний первую главу восьмой стих где Иисус разговаривает перед восхищением на небеса разговаривает со своими учениками и его разговор такой не уходите из Иерусалима ожидайте будет особенное посещение вы примите силу Духа Святого и мы можем сказать хорошо вот было сказано это сообщение теперь посмотрю что это за событие вот во второй главе книги Деяний происходит событие когда весь еврейский народ независимо от того это были евреи или же празелиты которые из язычников которые захотели стать евреями и в конце концов они стали таковыми по изучению библии и так далее ветхого завета и вот идет день пятидесятницы праздник великий праздник когда евреи со всех мест римской империи должны были прийти как паломники на этот праздник еще раз хочу сказать что они могли уже и не знать своего языка родного они говорили на греческом но кроме того они знали и языки тех местностей а если вы посмотрите в книгу Деяний то вы обнаружите что пришло там и перечисление различных местностей откуда они были они пришли из 14 больших областей римской империи и там были кретяне а когда произошло такое когда шел этот праздник то в небольшом месте это дом ну правда большой дом был матери Иоанна Марка также да матери Иоанна Марка и шло собрание первой церкви они ну пели размышляли и вдруг какой-то шум с неба вторая глава Деяний второй стих это святой дух сошел на это собрание и он почил на каждом из присутствующих и возникла духовная картина над каждой из присутствующих имел пламя Духа Святого над своей головой какое оно было мы только понимаем что мы иногда мы видим те реалии не только которые относятся к этому физическому миру но и к духовному миру и что же происходило после того когда это произошло то церковь выходит за пределы этого помещения и они отправляются на праздник и картина такая что один двое идут из этих веровавших в Иисуса Христа и они слышат как разговаривают на ну предположим на на македонском на речи да и вдруг им хочется рассказать об Иисусе Христе они переполнены этим желанием о великих делах Божьих какое великое дело Божье было это взойти на крест для этого Иисус пришел Евангелие от Иоанна 1 глава 14 стих величайшее событие которое произошло слово стало плотью то есть младенец родился человек родился сын дан нам бог сын и его воплощение и также человек сто процентов человек сто процентов бог и он пребывал и был для тех кто поверил в него он был открытой книгой полной благодати истины любви веры и люди пользовались и вот она церковь которая таким образом развивалась другие они держались прежних верований хотя в этих верований были яркие места в ветхом завете где говорилось о пришествии мессии первом пришествии как он будет себя вести какие он чудеса сделает то что можно было глядя на жизнь Иисуса Христа и не обращая внимания на внешний вид потому что внешний вид ну представьте если бы это был царь и вот он пришел и все увидели блистание царя и поклонились ему прибежали бы пошли царь пришел царь мессия который снесет римлян и так далее этого не произошло родился и ему не было места в гостинице он был определен своими родителями в хлеб теплое место да уютное но слава богу такое место было для божьего сына да и для человека кажется самые низы хотя это царская семья и Иосиф и Мария это потомки Давида и как он возрастает и если смотреть на него то он такой же пыльный и одежда пылится никакого сияния и обувь и ноги и голова тоже требует того чтобы очищена была такое было и вот для тех людей которые ждали господа и читали септуагин то этот перевод и там видели эти все мессианские указатели они вдруг разручали да и вот первая глава евангелия от иоанна 14 стих и слово стало плотью и вот пятидесятница идет и во время пятидесятницы где были потомки вернее люди из различных мест в том время в то же самое время были и те которые находились в нынешней на территории нынешней Туркмении например и так были критяне они услышали об Иисусе Гристе на своем наречии а крит это остров на котором жили выходцы из палестины это означает и арабы и так же евреи финикийцы сирийцы были очень сложные взаимоотношения между ними побеждали то одни то другие то приходили греки и римляне и так далее устанавливали свою власть то есть там было хождение очень сильное но вот эта пятидесятница повлияла поэтому откуда образовалась и что стало тем что и благодаря чему образовалась церковь в которую апостол Павел посылает посылает от Тита это остается роль воздействия пятидесятницы потом воздействия через посланцев и как они приходили и рассказывали и оказалось что на Крите появилось несколько церквей по каким-то причинам апостол Павел должен был с этого острова уехать то ли это были проходящие такие путешествия тем не менее слово на Крите возрастало и возрастало интенсивно а здесь мы с вами читаем в первой главе послания к Титу первый стих Павел раб Божий апостол же Иисуса Христа а вот дальше слушайте какое интересное выражение апостол Иисуса Христа по вере избранных Божьих мы с вами недавно говорили о очень важном событии когда Иисус совершил собою тот кто был предназначен для того чтобы прийти в этот мир Бог воплотился и он совершил замысел то этот замысел предполагал а то что Бог решил он обязательно своего добьется это Исайя 46 глава 10-12 стихи но и получалось так когда мы берем с вами книгу послания к евреям 10 главу 14 стих там говорится один всего раз принеся себя в жертву на кресте он совершил как жертвенный агнец действия благодаря которому всякий человек который примет Иисуса Христа будет совершенным в освящении словом то есть человек который только примет Иисуса Христа он поступает в распоряжение слова и это слово совершит действие это не мы такие хорошенькие хотя хорошенькие это Господь который совершает над нами действие и это действие требовало того чтобы были такие люди как стволами посланцами и эти посланцы будут проповедовать усиленно усиленно веру этих избранных Божьих избранные Бог знал кто откликнется а когда мы здесь в этом мире и проповедуем слово то мы проповедуем всем и обучаем всех и среди них есть те которые примут Иисуса Христа в разное время может быть сегодня проповедали а он через год через два десять лет и Господь особенным образом посещает этого человека как например сам апостол Павел который говорит о себе в послании к галатам бог избрал меня еще от чревом матери удивительно он апостол чтобы научить и обучить что такое вера как пользоваться избранных людей обучая всех там есть среди них те которые точно откликнутся когда откликнутся сколько их откликнут возможно все а второй пункт и так же он был апостолом который просвещал о том что есть истина истина такая об этом говорится в Евангелии от Иоанна 14 глава вернее 16 глава 8 стих дух святой придет и будет обучать об истине о грехе о праведности и о суде праведность это сам господь бог стал человеком для того чтобы принести себя как человека в жертву и чтобы люди приняв его обнаружили что такое истина и что такое жизнь в этой истине благочестивая праведная жизнь и третье он обучает что такое вечная жизнь в надежде вечной жизни мы с вами живем в это время но мы с вами также обучаемся и вечности и поэтому наши размышления они очень интересные это размышления которые берут и спрессовывают время и прошлое и настоящее и будущее и настоящее которое в будущем находится это книга откровений например это великое приключение и путешествие такое произошло с Титом который стал в конечном итоге стал человеком который был наподобие епископа который обозревал поручением апостола павла те или иные места и ефеса и крит и другие тоже в галате и так далее удивительное произведение которое господь раскрывает перед нами слава господу отец наш небесный мы благодарны тебе за эту историю историю твоего путешествия среди своего народа среди народов которые населяли и сейчас населяют эту землю и цель твоя для того состоит в том чтобы передать и подарить эту веру веру когда человек принявший становится избранным потому что Господь его видел благодарен тебя может быть среди тех кто слушает это слово по интернету есть человек который не знает Иисуса Христа как своего спасителя примите его скажите простые слова дорогой Иисус я грешный человек прошу тебя прости мои грехи спаси меня подари мне вечную жизнь научи меня твоему слову приведи в живую церковь люби прощай даруй благодать и милость исцеляй поднимай если упаду во имя Твое мой Бог и Спаситель Иисус Христос я прошу и молюсь аминь и